В Москве прошел пятый ежегодный форум «Россия-Индия. Бизнес-диалог». Сегодня эти страны одни из крупнейших в мире экономик, растущих быстрыми темпами. В рамках форума российская и индийская стороны обсудили направление экономического сотрудничества стран БРИКС. Выступая на открытии форума, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин отметил, российско-индийские дипломатические и деловые отношения находятся сейчас на подъеме. Сотрудничество наших двух стран носит характер привилегированного партнерства, в основе которого лежат, конечно же, тесные многогранные торгово-экономические и инвестиционные связи. И надо сказать, что Москва, как, наверное, ведущий регион Российской Федерации, играет роль локомотива в развитии этих отношений. Мы сегодня уделяем в правительстве Москвы особое внимание развитию партнерских связей в рамках программы сотрудничества между Москвой и правительством национальной столичной территории Дели на 2012-2015 год. Эта программа была подписана в ходе проведения Дней Москвы в Нью-Дели в ноябре 2012 года. Москва и Нью-Дели сегодня активно сотрудничают в области транспортной инфраструктуры, здравоохранения, информационных технологий. В частности, Москва планирует интегрировать опыт индийских коллег для реализации государственной программы «Безопасный город». В числе основных направлений, которые мы сегодня развиваем, прежде всего, применение опыта информационных решений, внедряемых в Индии в московской программе «Безопасный город», применение опыта ведущих индийских компаний в области программного обеспечения, управления транспортными потоками в создании в российской столице элементов интеллектуальной транспортной системы на базе современного российско-индийского центра перспективных компьютерных исследований. В качестве еще одного перспективного направления развития российско-индийского сотрудничества Сергей Черемин обозначил совместные фармацевтические исследования. Перспективным для нас было бы и проведение совместных разработок фармакологических препаратов на базе научно-медицинских центров города Москвы. Очень важно мы считаем сотрудничество в модернизации объектов здравоохранения, в частности детского, с использованием новейших индийских медицинских технологий и медицинской техники. Сегодня индийские компании на московском рынке работают в тесном сотрудничестве с Департаментом внешнеэкономических и международных связей. Об этом рассказал на форуме посол Индии в России Аджай Малхора. Он отметил, что сегодня Россия является для Индии не только партнером номер один в проектах нефтегазового сектора, но и важным партнером в развитии здравоохранения и фармацевтики. Многие индийские компании и фармацевтические компании ищут инвестиционные проекты в российских регионах. И правительство Индии приветствует такие инициативы, особенно в контексте российской программы здравоохранения, рассчитанной до 2020 года. Она сейчас как раз реализуется. Я бы хотел выразить свою благодарность Сергею Чуремину за ту помощь, которую он нам оказывает. Он помогает разобраться в механизмах вхождения на московский рынок и участия в тендерах. У нас уже состоялись две очень продуктивные встречи. Посол Индии также отметил, что у России и Индии есть много общего. И это не только их принадлежность к группе BRICS. По словам Аджая Малхора, в обеих странах бизнесмены могут столкнуться с некоторыми бюрократическими сложностями. Однако он выразил надежду, что наши государства смогут преодолеть эти препятствия и выстроить эффективный инвестиционный диалог. В целом, я думаю, российско-индийское сотрудничество ждут блестящие перспективы. Нам нужно стараться быть более предприимчивыми и гибкими, искать пути решения существующих сегодня проблем. Я думаю, Россия и Индия во многом похожи и могут показаться более бюрократизированными, чем многие другие страны. Даже для того, чтобы начать инвестировать в Россию или в Индии, нужно получить огромное число согласований. Но мне кажется, что это делает нас также более совместимыми в качестве партнеров, потому что мы понимаем неизбежность некоторых задержек и проблем, работая в такой модели экономики, которая очень связана с трогостью процедур. Правительство России сегодня создает условия для привлечения иностранных предпринимателей. Одним из инструментов, призванных упростить работу иностранных компаний на российском рынке, стало решение обеспечить им такие же условия ведения бизнеса, какие созданы для российских компаний на внутреннем рынке. По инициативе правительства России с 1 октября, если вы будете создавать малые и средние предприятия в России, права ваши уравниваются с российскими участниками. Что это значит? А это значит, что все те инструменты, которые есть в части поддержки экспортеров и участников внешнеэкономической деятельности, которые заявлены правительством России, вы ими также можете пользоваться. А эти программы достаточно серьезные. Я вам могу сказать только в части финансирования экспортных контрактов. На 2014 год обсуждается сейчас выделение порядка 100 миллиардов рублей через российские банки длинных, достаточно дешевых денег в условиях финансового кризиса от колоссального акта. По прогнозам экспертов, снижение ограничений для международных компаний может улучшить позиции России в рейтинге Всемирного банка «Дуин бизнес» и решить поставленную президентом России задачу – к 2018 году войти в двадцатку лидеров рейтинга. Очень важный по инициативе президент страны заработал инструмент сейчас в России. Я имею в виду этот инструмент защиты прав предпринимателей от неправомерных действий органов власти или силовых органов. Это очень интересный и серьезный инструмент для одной простой и важной цели. Мы должны, как президент перед нами поставил задачу, к 2018 году войти в двадцатку стран с наиболее благоприятной средой для развития бизнеса по версии «Дуин бизнес» Мирового банка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!